Всю ночь рыбачили, всю ночь, и хоть бы что, пустые сети. Вся рыба вдруг исчезла прочь, как будто нет её на свете. Ну, хоть бы глупенький пискарь или карасик с полладошки. Уж ладно, нещем на базар, да хоть бы что-нибудь для кошки. А тут ещё вот ротозей с утра пораньше лезет в душу. Какой улов, ответьте, эй, трясёт вопросами, как грушу. Мы злились, хмурились, как вдруг к воде приблизился спаситель. Мы сразу поняли, он друг, он настоящий утешитель, он ни о чём нас не спросил. Ему и так всё-всё известно. Он в лодку Симона ступил, плыви, сказал, где глубже место. Наставник, ночью напролёт, мы так усиленно трудились, но не везёт нам, не клюёт. Мы все изрядно истомились в глаза друг другу, посмотрите, и то досадно, горько, больно. А ну-ка, Пётр, забрось тут сеть. Чему твой ропот слов? Довольно. Ну, если проще сеть и брось, последний раз забросим сети. И тут такое началось. И есть чудеса на белом свете. Живым сверкая серебром, сеть лучшей рыбой наполнялась. И с переполненным добром прищалу лодка возвращалась. Прохладный ветер трепетал. На голове курчавый волос. И пёс в восторге мельниковал. Кричал счастливый во весь голос. Казалось, в этой кутерьме, лишь только он не волновался. Иисус, сидевший на корме, себе чему-то улыбался. На берегу прямой волной смывал следы. И там Спаситель сказал Петру, Иди за мной. И был ответ, пойду, учитель. Остави все эти и влов, остави всё. Он понял ясно, Иисус воистину любовь. Он Бог. А с Богом всё прекрасно. Мой друг, тут для тебя пример. И ты, как Пётр, без промедления, Всем сердцем Господу поверь. Иди путём благословений. О да, земная суета, Предвечник вечного страдания. На уголковского креста есть место, друг, для... Ух ты, слово выпало. Оправдание, да, хорошее не подходит. Наказание, не, ну что, наказание, да. Ой, подскажите. Покаяние, покаяние. Не, ну я знал, мне было интересно, знаете ли вы, да. Ода, земная суета, Предвечник вечного страдания. На уголковского креста есть место, друг, для покаяния.